Дверь, за которой произошло преступление, видно сразу. На ней еще остались следы порошка после снятия отпечатков пальцев. По предварительным данным, мать и двух ее сыновей зарезали, а после тела и квартиру подожгли. Все произошло около полудня накануне. Дым в подъезде почувствовали соседи и вызвали спасателей. В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники, 10 человек личного состава. В 11 часов 26 минут пожар был локализован, как я уже говорил, на площади 4 квадратных метра. В квартире спасатели обнаружили тела двоих детей и их матери. Злоумышленник зарезал всю семью, а после попытался скрыть в огне преступление. Но страшный план не сработал. Пожарные быстро справились с возгоранием. Подозреваемого полицейские задержали по горячим следам. Им оказался житель Кировграда. В его личном списке целая серия судимостей, в том числе за убийство. В день трагедии гражданин пришел в гости к новой пассии со сладкими гостиницами для ее детей и со спиртным для добродушной хозяйки. Весь вечер они обильно злоупотребляли спиртными напитками и даже танцевали. А когда перебрали, то гость потерял контроль над поведением и в ходе межличностного конфликта на бытовой почве жестоко расправился и с самой дамой, и с ее сыновьями. С целью скрыть следы преступления, зверь в человеческом обличии, по-другому его сложно назвать, поджег жилище, после чего спокойно отправился домой, по пути купив дополнительную порцию алкоголя. Со своей жертвой Полиной Титовой мужчина познакомился всего месяц назад на автомойке. Как жительница Кировграда вообще оказалась за одним столом с убийцей, друзья и коллеги не понимают. Полина Титова больше 10 лет проработала в детском саду. Одна воспитывала сыновей и никогда не злоупотребляла алкоголем, говорят соседи и знакомые. Вот даже, 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 даже не знала вот об этом. Пить она не пила, потому что она в детском садике работала. Она всегда, говорю, как какая-то клуша со своими вот этими двумя цыплятами. И она вот всегда с детьми, она всегда с ними водилась, я говорю, а у неё всё было по плану. Нормальная семья, детей знаем с рождения. Отношения были у этого на тёплые, ну каких-то посторонних мужчин вот я лично не видел. Подозреваемого поймали с телефоном и украшениями убитой. Мужчина сразу признал вину. Теперь в мотивах этого страшного преступления предстоит разобраться следователям. А убийце за жестокую расправу грозит пожизненное заключение.